Приветствую вас, дорогие друзья! Здравия вашим духовным наставникам, которые привели вас в наш центр эриксоновского гипноза. У нас происходят самые настоящие чудеса! Ну, наверное, на вершине самой высокой горы. О, на дне моря? Ну, может... Ох, да. Ответственно. Но интересная миссия. Благодарю. По воле Создателя и с помощью волшебной палочки и метода Милтона Эриксона начинаем. Ваше подсознание мгновенно очищается от негатива. Очень хорошо. У вас просыпаются дремлющие таланты. Замечательно. Открываются возможности самореализации. Очень хорошо. Возрождается энергия, сила, уверенность. Супер. Вы становитесь волшебником. Очень хорошо. Ваша самооценка в норме. Разрушены блоки на пути к предназначению. Подчиняются мысли, эмоции и даже чувства. Вы свободны, здоровы. И душа пребывает в гармонии. Здравствуй, коллега-волшебник. Хотите управлять своей реальностью? Тогда смелее. Вместе с нашим центром-чародеев отправляйтесь в удивительный мир эриксоновского гипноза. До встречи, начинающие волшебники. Да, и чаще улыбайтесь. И относитесь к жизни с интересом. Играючи. А я? Гипнотерапевт Полина Сухова вам в этом самая главная помощница. Друзья, всем доброго времени. Если меня видно, слышно, прекрасно, поставьте мне 10 баллов. Мне нужна ваша обратная связь. Всех рада приветствовать. Особенно мужиков. Ярославов, в частности. Действительно, у нас мужчин бывает мало. И мы им очень рады, если они к нам приходят, заглядывают. Это всегда, ну, наши изюминки разбавляют нашу энергетику женскую. Поэтому мы приветствуем всех. Мужчин в особенности. И, друзья мои, хочу сразу поблагодарить за то, что вы пришли на сегодняшнее наше открытие нашего центра гипнотерапии «Лотос». Рада, рада всех приветствовать. Сегодня у нас очень будет насыщенное и интересное занятие. Все по делу. И поставьте сейчас единички, кто первый раз к нам забежал на огонек. Пятерочку, кто постоянно приходит, кто подписан на другие наши порталы психологии в каждый дом. Ну, и десяточку, кто постоянно ходит ко мне на мои какие-то тренинги, курсы. Ну, такие уже системные занятия. Единичку, кто только к нам присоединился. Десяточку, кто постоянно учится у меня. Пятерочку, кто приходит на наши занятия открытые и бесплатные. Так, рада, рада всех приветствовать, кто только к нам присоединился. Очень рада всех, кто приходит, как обычно, поддержать нашу замечательную команду. Я благодарю и низкий поклон вам за то, что вы действительно поздравляете нас с таким важным событием. Это действительно для нас событие. И давайте познакомимся поближе. Давайте расскажите, кто откуда. Ну, вкратце, ваша страна, город и какая у вас температура. Да, я в Москве сама живу. Меня зовут Полина Сухова. Я гипнотерапевт по своей основной специализации. Ну, если так глобально о себе рассказать, я парапсихолог. В большей степени ввожу людей, ну, связываю их с их духовными наставниками, кураторами. Ввожу людей в прошлую жизнь, в тонкий мир. Ну, и, конечно, я на ЛП ищу тренер, я астропсихолог. Эксперт по метафорическим картам. Эксперт позитивного мышления. И это такая вот моя глобальная цель. Внедрите вот эту систему моих знаний в наше общество, даже на государственные структуры. Ну, это такая большая стратегия. Сегодня много я с этим с вами, вот этими своими мыслями поделюсь. Давно уже практикую, передаю эти знания всем-всем, кто этого желает. И раз вы сегодня пришли, не просто так, обязательно запаситесь сегодня тетрадочками, какими-то ручками, может быть, электронными блокнотиками, потому что сегодня будет много озарений, много осознаний, много будут приходить вам информации из мира вашей души, из дома вашей души, от ваших духовных кураторов, кто вас ведет. Неважно, как, кто это называет. Вот, смотрите, Казахстане минус 7. Ну, у нас в Москве тоже 0, вот так вот, в Монреале плюс 1 тоже погодка такая не очень. Да, у нас замечательная дождь, Россия. Так, в Москве вот холодно, да, тоже приблизительно где-то 0 градуса, плюс-минус вот туда-сюда скочит днем и ночью. Ну, что, друзья мои, молодцы, молодцы. Я рада, что такая у нас обширная география. Сегодня здорово, что мы встретились в одной точке в интернете, в нашем центре. Ну, в общем, будет очень интересно, очень познавательно. Значит, некоторые спрашивают, чем отличается наш центр эриксоновского гипноза, который безоплатный, еще раз я напоминаю, это, если еще кто не знает. Значит, наша команда, кто это? Ну, во-первых, я как руководитель центра гипнотерапии. Я, мало того, что уже давно создала много онлайн-школ, психология в каждом доме, она бесплатная, 7 месяцев обучения, каждый может там совершенствоваться, практиковать какие-то, внедрять новые знания из психологии, из этологии наук об инстинктов и многих-многих вот этих наук. То есть, ну, как бы на уровне такой социальной широкой массы, психология. Второе, мое детище, это мир души, школа парапсихология. Это действительно там платные курсы, там у меня годовой курс, когда человек проходит этапы становления себя как специалиста, парапсихолога, и плюс, если кому-то нужно очень быстро проработать себя. Любые свои затыки какие-то, не знаю, там кто с чем не может справиться, он там прорабатывает. Это годовая школа, она платная. Там, значит, мы начинаем с НЛП, потом у нас идут метафорические карты, потом у нас, естественно, тренинги у нас идут после нашего каждого курса, и вот скупит тренинг по метафорическим картам. Если кому надо, забегайте, вот Танечка скинет ссылку. А следующий мой шаг, значит, мы открыли с моими учениками. Вы знаете, просто вот Леночка Борисова из Пензы, а я рядом там почти родилась, в Кузнецке, так что почти моя родина. Привет-привет, Леночке из Пензы, которые сейчас написали, что у них 0 градусов, ну, практически как у нас. И, значит, в моей школе вот как раз вот этой Мир Души много, много... Кстати, между прочим, там же и эзотерическая медицина у меня, и там же у меня эриксоновский гипноз, регрессия прошлой жизни. Это как раз вот я людей обучаю вводить других в тонкие миры, естественно, на родину своей души и прошлой жизни по методике Майкла Ньютона. Если кто-то читал, поставьте плюсик Майкла Ньютона. Вот как раз вот то же самое происходит у нас там, как вот он описывал. Поставьте плюсик, кто читал. Если кто нет, очень рекомендую. Это отдушина, это действительно неважно, люди какого мировоззрения, мироощущения, каких религий читают эти книги, они чувствуют, что это правда. По сути, все, что там написано, действительно, это так оно и есть у Майкла Ньютона. Только мы еще расширяем там много, что у Ньютона не описано. И вот мы это исследуем. Я очень много исследую тонкие миры, как душа там живет, что она делает, как она воплощается потом сюда, зачем, с какими задачами и прочие такие нюансы. Так вот, друзья мои, у меня очень много учеников, потому что у меня уже третий поток идет, и много звездочек, много талантов, много единомышленников на одной волне. Куда их девать? И мы решили, что мы откроем вот этот центр замечательной гипнотерапии, как раз основанный на знаниях эриксоновского гипноза и на ИЛП. Да, обязательно будет, конечно, запись тот, кто сейчас подпишется на наш сайтик. Да, на наш сайтик, на наш сайт, прекрасный, великолепный, красивый. Так, Наташенька Шаталова, Полиночка, девочки, помощницы, люблю вас и благодарю за всю проделанную работу. Спасибо, спасибо, друзья мои, за поздравления. Итак, друзья мои, значит, что вас ждет на наших занятиях? По эриксоновскому гипнозу. Ну, почему он бесплатный? Начнем с того, что основную массу, ну и нам, ну, миссия моя такая, нести те знания, которые я получаю, как из реальности, как из тонкого мира. Все это я синтезирую, книги пишу, статьи, вебинаров у меня на моем канале YouTube. Там, смотреть, не пересмотреть вам пару лет. Значит, причем все эти такие глубинные основательные знания. И все эти знания мне нужно очень важно донести до человечества. Зачем это нужно мне? Ну, вот, это, вот, знаете, как, меня как-то это особо не волнует. То есть, это мне вот включили мотор, а он не выключается. Я должна доносить. И все, что мы систематизировали, все, что мы узнали, мы донесем до вас через знания вот как раз вот этого направления. Эриксоновского гипноза. Почему именно через него? Почему? Потому что вот вы сейчас, когда ответите на вот эти вопросы, прям первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вот, Валентина говорит, а нужно ли всему человечеству? Валенька, тот, кому нужно, тот возьмет остальное. За остальное я не отвечаю. Хороший вопрос. А как вы сами думаете, а нужно ли людям позитивное мышление, а нужно ли людям выходить из этого негативного, постоянного состояния, ну, не знаю, там, депрессии, а нужно ли друг друга постоянно убивать, а нужно ли друг друга постоянно как-то тыркать, каким-то образом постоянно поддевать, постоянно ненавидеть, обижаться. Вот нужно это человечеству? Если ему нужно вот в той части, то пусть они так и остаются в таком состоянии. Кто хочет выйти в состояние гармонии, душевного покоя и спокойно выполнять свое предназначение, вот для тех это и те наши знания. Итак, друзья мои, значит, отвечаем на вопрос. Первый, второй и третий. Значит, что первое придет вам в голову? Это очень важно. Каков смысл вашей жизни? Прям пунктик первый. Пишем и отвечаем. Второй. Кто я как личность этого воплощения? Ну, это характеристики свои какие-то, да? Какова специализация моей души? Кстати, не спросила, кто верит. Давайте, первое. Давайте, значит, сделаем так. Кто верит, что душа есть, и она вечно? Сто баллов. Кто не верит, что душа есть, это же, вот, и личность, и все. Мне просто интересно, чтобы мы уже говорили на одном языке. Да. О, тысячи даже кто-то поставил. Прекрасно. Кто, вот смотрите, не смотрите на всех, кто как отвечает. Если вы считаете, что нет, вот Юрий к нам присоединился, мужчина. Замечательно. В нашем полку пребывает. Кто считает, что нету души? Ну, вот, я живу один раз в этой жизни, в большее все, и вот, кончается моя жизнь тоже. Светочка Павловна уже первая написала. Здорово. Нести свет добро. Отлично, отлично. Хорошо. Ну, и вот теперь отвечаем на вопрос. В душу верю сто процентов. А вот ответить на такие вопросы, а вот попробуйте, а попробуйте, а попробуйте. Вот вся и загвоздка-то в этом, друзья мои. У каждой души есть специализация. Ярослав пишет, один выстрел только дают. Отлично. Любые наши мнения, даже такие совершенно противоположные, они нам очень важны, полезны. Мы приветствуем таких людей. Так, так, так. Танечка пишет, снова замечательное начинание. Всем огромной, пламенной. Спасибо, Танечка, спасибо, благодарю. Молодцы служить. Людям пишет, вот Таня. Другая у нас, Мешкова. Леночка, любить творить, нести свет. Ага. Да-да-да. Значит, еще раз скажу, что у каждой души есть свое предназначение. Это, вернее, называется контракт души на это воплощение. То есть она берет какие-то задачи по двум направлениям. Одно – это какая-то работа по специализации души, а второе – это по самосовершенствованию своих личных качеств. И вот это называется контрактом. Если человек не выполняет этот контракт, то, соответственно, это переходит задача на следующий. Это уже называется у нас кармой. Так, так, так. И вот это вот, еще раз говорю, что нужно блокнотики. Или электронной, или бумажной. И обязательно возьмите, сейчас запишите все эти ответы, которые вы пишете в чате. Вы молодцы. Большая благодарность вам за это, за то, что вы так активно это все пишете. И обязательно свои же ответы себе обязательно прописывайте. Угу. Так, так, так. Отлично, отлично. Здорово. Жить в гармонии. Второе – ученик. Третье – любить. Ага. Замечательно. Молодцы. Молодцы. Вообще, на самом деле, вопросов к самому себе очень много. Скажите теперь, после того, как кто написал вот эти все пунктики, напишите, пожалуйста, какой самый животрепещущий у вас вопрос? Ну, вот к самому себе. Что бы вы хотели узнать о себе? Угу. Это самый-самый-самый. Вот поставьте, наверное, шестой пунктик. Это вот самый живой. Вот так я хочу узнать этот вопрос. Вот так я хочу. Ага. Так, отлично. Потому что этот уже вы сейчас ставите последний шестой вопрос. Как запрос во Вселенную, в информационное поле Вселенной. И сегодня вы, возможно, кто-то из вас, вероятность большая, обычно к концу вебинара всегда у меня получают инсайты большая часть ребят. Вот запишите и посмотрите, в конце концов, может быть, у вас что-то прояснится. Так, предназначение, предназначение, предназначение. Смотрите, как не сговариваясь, все говорят об одном и том же. Так, как научиться любить всех. Вот, галочка, прекрасно. Поиск предназначения. Для чего я здесь? Гармонизировать пространство и себя. Ириночка на первый пункт. Что не такая сделала в прошлом воплощении? Ага. Так, так, так. Пишем, 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 пишем. Сами себя познаем, познаем, друзья мои. Вообще, на самом деле, знаем ли мы сами себя, свою личность? К сожалению, далеко не каждая способна дать вразумительный ответ на этот вопрос. И если, например, человек будет сам о себе писать, кто я, что я тут делаю, зачем я пришел, откуда я пришел, да, это будет такой достаточно тугодумный, тугодумный момент в написании. А какой шестой вопрос? Шестой вопрос. Самый животрепещущий. Что у вас интересует о самом себе больше всего? И, Танечка, вот что мне нужно изменить в себе? Так, отлично, 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 молодцы. Пишем, думаем. То, что приходит первой в голову, это очень важно. Так, Леночка прекрасная нам пишет. Почему у меня плохая память? Как это поправить? Отлично. Значит, помним, что у нас наподряд три занятия. Сегодня в три часа, завтра в семь часов и послезавтра. Послезавтра будет у нас, мы будем рассказывать, я буду рассказывать все о реинкарнации, правда это или нет. И, соответственно, мы будем там с вами, по-моему, вот как раз на следующем занятии контракт души узнавать. Ну, как бы первая ступень. Узнать его так прям сразу не всегда всем удается, потому что это такой долгий достаточно процесс. И кто уже давно идет по нему, то, соответственно, как заключительную точку, это можно узнать. Ну, как правило, мало кто, человек вообще осознанно к этому подходит. И вообще узнает, что есть, оказывается, контракт моей души. Молодцы. Что сделать, чтобы выполнить свое предназначение? Отлично. Вот это очень хороший вопрос, Света написала, Светлана. Потому что именно нужно, знаете, как вот предназначение, оно сразу быстро не дается человеку, оно дается постепенно. То есть нужно хотя бы первый шаг найти. И выйти на него, и потихонечку идти от первого шага ко второму. Потому что будет страшить на самом деле предназначение, если, например, вам сейчас скажут, кем вы будете через пару лет. Именно так со мной и произошло. Когда-то, сейчас я посчитаю, сколько лет мне, 8 лет тому назад, если бы не сказали, кем ты будешь через 8 лет, что ты сделаешь. А я сделаю за это промежуток времени очень большой скачок. Я была простой домохозяйкой. Знаете, как вот до 40 лет лежала на... Как Илья Муромец-то говорили, да? На печи или на чем-то там, на печи, по-моему, да, лежал. И потом он пошел и всех победил. Ну, вот что-то похуже и со мной. То есть до 40 лет я была обывателем, очень простым. После этого я пошла... То есть я стала заниматься эзотерикой. Я изучала высшие законы. Я поняла, что мне не хватает знаний, как воплотить эти законы в жизнь. Я пошла учиться, обучаться на психолога. Потом я закончила курсы эриксоновского гипноза. Потом я изучила астропсихологию, метафорические карты и так далее. И вышла, то есть сделала три своих школы. Да, вот сейчас я открытие... У нас произошло эриксоновского гипноза. Зачем сейчас я вот как раз расскажу вам, чем нам именно эриксоновский гипноз, чем он нам может помочь. Именно сегодня мы раскроем эту полностью тему. И вот таким образом, если... А, написала пять книг. Значит, выступаю и на телевидении, и на радио. И если бы мне тогда бы рассказали, что вот Полина, через восемь лет ты будешь вот такая, я бы вот по-всякому не поверила, да вы что, да вы с ума сошли. И, во-первых, это стало бы мне страшно. Как же мне все это делать? То есть меня бы так загрузили по полной. Именно поэтому в каких-то серьезных даже вещах нам дают дозированную информацию о нашем предназначении. Мы потихонечку на нее выходим. Но вот самое главное, как на нее выйти, это нужно слушать свою интуицию. Свою интуицию, свое шестое чувство использовать по полной программе. И мы сегодня как раз начнем это делать. Вопрос памяти тоже интересует. Как вернуть то, что оставила при приходе в жизнь? Вот, Любочка, мы тоже это потихонечку. Сегодня мы, знаете, что сделаем к концу нашего занятия. Оно приблизительно будет идти два часа, может быть, чуть больше. Я не знаю, я постараюсь покороче. Это у меня очень длинные трактаты, но зато у нас время пролетает очень быстро. Мы сегодня с вами будем искать ресурс. А память это тот же ресурс. То есть мало того, что завтра мы будем разговаривать о памяти души, которая в себя вмещает все воплощения. И почему порой вредно личности этого воплощения знать все о себе. Это как раз будет завтра. Это будет очень интересно. В 7 часов обязательно приходите. Значит, сегодня мы будем искать ресурс. Ресурс собственной души, собственных воплощений. И как мы можем использовать ресурс еще и Вселенной. И вообще этого мира, где мы, собственно, здесь прекрасно и живем. Так, ну молодцы. Благодарю, благодарю, что вы сейчас так активно участвуете в ответах. И Танечка пишет. Мне говорят, что у меня сильная интуиция, но я не умею жить в согласии со своей интуицией. Да, Танечка, онящие хорошие. Сейчас вот дали мне подсказку. Много клиентов ко мне приходят и говорят. Ну я спрашиваю, у вас интуиция хорошая? Да. Я говорю, пользуемся нет. И вот здесь как раз нет доверия. Нет доверия к себе. И это тоже мы будем с вами, в буквальном смысле, нарабатывать от каждого занятия к другому. Значит, наше занятие будет обязательно каждое воскресенье. Это буду я выступать как руководитель онлайн-центра. Это будут выступать мои лучшие ученики. Все, кто проходит у меня годовое обучение. И самые лучшие, лучшие, лучшие ученики, они будут выступать в моем центре. Значит, тоже доносить до вас важнейшую информацию. Ну и, соответственно, потихонечку-потихонечку вы так будете приходить к следующим вещам, которые чуть-чуть позже я вам расскажу. То есть, что вы приобретете в центре. Но перед этим я как раз хочу сказать, что главное в наше время сегодня, внимание всех людей, всего человечества должно быть сейчас обращено именно внутрь себя. Не во внешний мир, что происходит, а во внутренний. Когда достаточное количество людей выйдет на уровень общения со своим высшим Я, ну, кто-то называет это высшее Я, кто-то душа, соответственно, выйдет и на связь со своими высшими кураторами духовными. Давайте вот поставьте 10 баллов в то, что, если вы верите в то, что вас кто-то ведет. Кто-то это называет ангел-хранитель, кто-то это называет духовные наставники. Кто-то не ближе к наставнике. Кто не верит, что его ведут по жизни, именно не интуиция вас ведет. Я сейчас, правда, совсем немножко другое. Интуиция тоже классная, хорошо. А что кто-то вас ведет. То есть это конкретная какая-то сущность, я не знаю, конкретная какая-то сила, более высшая. Отлично, отлично, молодцы, молодцы. И вот когда достаточное количество людей выйдет на уровень общения со своими кураторами, высшими, своим высшим Я или душой, вот тогда мир наш изменится. Именно на это сейчас направлено внимание наших духовных учителей, ваших наставников. И это очень часто они говорят в сеансах регрессии не только своим подопечным, которых я вожу, но и всем они передают через меня послание постоянно. И я доношу на разных вебинарах разные какие-то важные моменты, на которых они хотят сделать акценты, и которые, чтобы вы поняли наконец-то, приняли. То есть вот такая у меня связь с тонким миром постоянно. То есть я вообще как проводник с тонким миром по вертикали и по горизонтали я проводник и коммуникатор такой с людьми. Ну как психолог любой, да, он людей выводит на сотрудничество. То же самое, то есть по горизонтали я как психолог работаю с людьми, и по вертикали это как раз как гипнотерапевт. И налаживаю связь между вами и вашим домом, вашими наставниками и собственно со своей душой. Итак, объединившись с единым центром высшего разума, через ваш внутренний мир, то есть это происходит именно так, а именно он является порталом к своему дому души и целому организму космоса, так называемому. Мы вместе начинаем активно творить новый мир. И как это происходит? Вот, например, я схожу к своим наставникам для того, чтобы получать методики для образовательных систем, получать какие-то важные рекомендации. Мы работаем в сотрудничестве. То есть в буквальном смысле, вы знаете как, может быть для кого-то это будет новое, как-то необычное, как-то странное. Но именно когда, то есть знаете, вот я хожу туда как руководству, вот получаю какие-то задания, получаем мы какие-то там интересные вместе идеи, разрабатываем их и внедряем в жизнь. То есть это постоянная связь. И от этого я чувствую себя, знаете, как постоянной поддержки. За мной армия вот этих высших существ, наставников. И я чувствую мало того, что вот то, что я тут не одинока, а я еще чувствую себя такой сильный, такой мощный, такой наполненный любовью, вот этими высшими вибрациями. То есть это ни с чем не сравнить. Знаете, такая внутренняя тотальная уверенность, такое внутреннее знание. И вот важно нам всем понять, что никто-то извне, все равно, вот как бы нас не поддерживали, а все равно никто за нас вот здесь изменений на Земле не сделает. То есть никакие высшие силы. Именно мы должны, мы призваны, мы сюда пришли за этим изменить реальность вот здесь на Земле. И тут следует понять очень важную деталь. Мы должны изменить мир к лучшему, но только сделать это не как люди, как-то бояться, страшаться, не знаю, там от каждого шороха, ой, денег нету, а вот как мне выжить? И вот знаете, такие прочие какие-то, ну, самые потребности первого уровня базовые. А мы должны изменить наш мир, как боги-творцы. А что это такое? То есть, во-первых, это не жда чуда, что само что-то сотворится, а творить его здесь наша задача. И важно не просто верить в лучшее, а знать, что вы творите новую реальность и на прекрасный мир будущего человечества. То есть, люди верят, а вот человека боги знают, люди мечтают, человека боги воплощают мечты реальность. Или можно сказать, даже знаете, как сотворцы. Вот это мне даже больше, как-то знаете, по душе. То есть, есть творец и есть сотворцы. Вот мы сейчас выходим на четвертый уровень измерения, сознание четвертого измерения, и к пятому идем. Нам дали полномочия. Мы выросли, и мы уже можем действительно творить реальность через мысли формы, мысли образы легко и свободно. Только люди, вот некоторые не в курсе, некоторые на самом деле творят ее каждый день, только творят в большей степени ее немножко негативно. И вот мы будем творить нашу реальность правильно, по всем законам вот этого высшего измерения. И любой рост человечества и человека должен осуществляться естественным путем. Любая эволюция – это эволюция изнутри. И события, которые происходят во внешнем мире, конечно же, сильно, очень влияют на сознание людей, но главное событие, которое определяет рост сознания каждого из нас, это всегда происходит внутри нас. И только вот эти внутренние события способны направить сознание человека в нужное русло и кардинально изменить цели вовне. Если вы научитесь слышать тишину, если вы научитесь слышать свой внутренний голос, подсказки ваших духовных наставников, то есть, как я это называю, знаки, которые вас сопровождают по жизни для лучшего выбора ситуации, если вы полностью наладите связь с высшим началом и истинным собой, то ждет у вас простая, но долгожденная гармония в душе, спокойствие, принятие мира, доверие. А когда внутри все хорошо, то человек спокойно выполняет те задачи, которые он поставил как душа на это воплощение. То есть я вот, например, не отвлекаюсь ни на страхи, ни на какие-то. То есть у меня, по сути, нету страхов. Я все принимаю, что со мной происходит, любые события с благодарностью большой. У меня нету несчастных случаев, у меня все это... То есть любой человек, который несет, ну, в кавычках, обычных людей, как бы, зло, для меня это учитель. Это просто инструмент высшего начала разговора со мной. Я как бы перехожу через человека, который принес какое-то, ну, может быть, не очень приятное для меня какое-то известие любое. Там это может быть скандал, это может быть конфликт. Хотя такого практически в моей жизни не бывает. То есть оно все очень сейчас гармонично, потому что я внутри себя очень гармонично, спокойно, уравновешена. Соответственно, мои вибрации достаточно высоки и спокойны. По сути, свои ко мне и притягиваются такие же люди. Очень спокойные, уравновешенные. И вообще в моем биополе так становится, знаете, так хорошо, замечательно. Каждый, кто вот приходит, они чувствуют вот эту, знаете, внутреннюю уверенность, спокойное знание о том, что все будет хорошо в любом случае. Да, и таким образом, вот даже если ко мне приходит кто-то извне с не очень хорошей там энергетикой, да, и с какими-то там, ну не знаю, там претензиями, еще что-то, то я этого человека рассматриваю как посыл от Вселенной. Я его благодарю, неважно даже, что он сделал, может быть даже что-то очень такое ужасное с точки зрения человеческих состояний. Я его благодарю, а потом начинаю разбирать, анализировать, а что, собственно, мне Вселенная хочет сказать через этого человека. То есть я не разбираю, я не аухой, не ахуй, я не бежась, у меня нет претензий к этому человеку, я благодарна и этому человеку, и посланию Вселенной. Потом дальше идет разбор, а, собственно, что хотела Вселенная для меня донести. Это как бы я немножко отвлечения сделала. Сейчас я на вопросики ваши отвечу, подождите немножечко. И вот нам важно научиться как раз обучаться языку Вселенной. А, собственно, что Вселенная хочет нам донести? А что, собственно говоря, она мне сегодня, какую весочку прислала? То есть вот это один из важных моментов обучения языку Вселенной. Это у нас будет третий вебинар. Как наладить связь с ангелом-хранителем, наставниками и обучение языку Вселенной. Это третий вебинар. Завтра у нас будет все о реинкарнации. Мы будем с вами, у нас первый шаг, мы узнаем контракт своей души, а сегодня мы будем получать ресурс. Получать с вами как из прошлых жизней, так из Вселенной, так и внешнего мира. Это три направления. И сегодня мы с вами узнаем, собственно говоря, зачем нужно человеку уходить в внутренний мир. Это вот как бы наше сегодняшнее занятие. А пока вот я как раз дошла до того, что же человек сможет сделать, что получит, если вы будете приходить на плановые вот эти системные занятия. Так, сейчас пока почитайте здесь. Я спрошу, то есть прочитаю, что пишет Ярослав. Что про людей, которые... Так, что про людей, которые родилось с ограниченными возможностями? Им тоже боги-творцы, так сказали, родиться? Или они сами захотели? Так в чем смысл? Хороший вопрос, Ярослав, благодарю. Значит, смотрите, вариантов может быть много. Есть миссии, те люди... Сейчас здесь их можно, людей, этих просто разделить на категории. То есть по ему опыту, по Майклу Мвутену, там все просто на самом деле. Есть люди, например, инвалиды, ну, с ограниченными возможностями, да, так его лучше называть, как, например, Ник Войвич, да, у него нет ни рук, ни ног, он родился с одной ластой. К чему человек пришел? Чего он достиг? Да, это миссионер написал массу книг, он ездит по миру, показывает, что можно в таком состоянии сделать чудо из себя. Он людей мотивирует, призывает к радости жизни, и вот, что все возможно. Понимаете, что человек, даже с такими ограниченными возможностями, может иметь все, что он хочет. Это миссия. И есть паралимпийцы, миссионеры. Есть тоже какие-то известные люди с ограниченными возможностями, которые вышли на какую-то массовость. Это миссионеры. Значит, по поводу других людей, которые с ограниченными возможностями, как психическими, так и какими-то физическими, то, соответственно, это может быть карма. Это вот те люди, которые в этом воплощении, власть имущие, которые, то есть, живут ради только себя, которые сейчас по-всякому наживаются на страданиях людей, грабят их по всем пунктам, ограничивают их в свободу, каким-то образом препятствуют самореализации этих людей в своей жизни. Это то же самое, как сейчас в основном у человечества не дают самореализацию сделать, свою провести. То есть, каждый не живет по своему предназначению, а выживает. И вот этих всех душ, все эти души ждет как раз вот инвалидные коляски, какие-то ограничения в следующей жизни. Потому что даже велось исследование у регрессологов, брались дети, которые были психически здоровы, но были с ограниченными возможностями. Их в отделе прошлой жизни, и там было как раз показано жизни, как раз во власти, когда они ограничивали других. в свободе, ну, да, это какие-то и надзиратели, тюрем, и какие-то там более высокие исполнительные в основном. Психические заболевания, как правило, показывают это в большей степени. И если даже, например, в этой жизни кто-то есть с психическими отклонениями, но у них есть экстрансенсорные способности, то как раз вот эти люди были какими-то черными магами, занимались чем-то таким, что тоже использовали способности для обогащения собственного, материального. Вот, по сути своей, это, конечно, карма. То есть вот такие серьезные какие-то глобальные вещи это кармический долг. Но не всегда так. Есть эволюционные задачки души, когда она приходит, то есть она не знает, что испытывает душа в человеческом теле, которая, допустим, страдает, и она хочет испытать вот эти чувства. Например, у нас был прекрасный пример, даже вот у моей коллеги, она будет у нас выступать, и может быть она расскажет как раз про свой случай, что в этой жизни у ней она потеряла дочку. 11 лет дочке было, и чего только она там не передумала, и как она только не переживала вот эту потерю. но потом, когда в регрессии, именно с помощью сеанса регрессии она узнала кармический урок, то есть что это был не кармический урок, это был эволюционный урок. То есть то, что вот нужно наработать новое. Эволюционный урок – это когда вы приходите в первый класс, когда вы, знаете, вы просто изучаете там, что такое А, что такое Б, плюс 2, плюс 2 равно 4. Если вы плохо изучали этот год, то вас оставляют на второй год. И вот это уже называется карма, кармический урок. Так вот у той моей коллеги, у ней как раз было, она была еще в позапрошлой жизни, значит, ребенком, и она как раз была жертвой. Она хотела посмотреть, то есть, подождите, сейчас, чтобы не перепутать, то, что чужие регрессии, ты свои-то с трудом помнишь, я всегда записываю, а чужие вообще бывают. В общем, смысл того, что она хотела узнать, что такое испытать потерю ребенка. Для нее это было очень важно для души, как вот она не понимала, просто там были родственные души, которые испытывали это. Она говорит, ну я не понимаю, что она страдает там на земле. Ну потеряла, ну она же здесь, она ушла, она никуда не делась, все живы, все здоровы, если как к душе это относится. Она вот захотела прийти и испытать вот это состояние. Она испытала, но именно с помощью регрессии она узнала вот эту информацию, и она просто приняла это спокойно и помогает теперь людям в подобной ситуации. То есть, вот эта вот регрессия как раз дает здорово понимание этого. Так, Светочка Павлова. Полиночка, а если постоянно снятся плохие сны, а в душе покой и мир, как это принимать? Свет, очень тоже хороший вопрос. Значит, смотрите, давайте я вам еще слайдик переключу, почитайте, что вы еще получите от духовной регрессии. Духовная регрессия – это поход прошлой жизни, тонкие миры и вообще связь со своими духовными наставниками, со своим собственным «я». Значит, тоже это все индивидуально. Еще раз говорю, нет простых форм для всех людей. Конечно, есть опыт, на который я основываюсь, на многолетних, на своих учеников и свой собственный. И, значит, если внутри ли гармония, но сны такие какие-то странные, как правило, это предупреждение о чем-то. И здесь нужно просто вот их все время стараться расшифровывать. Ну, у меня тоже вот тут объяснилось, то есть, одна череда снов, да, которые постоянно, постоянно нам нам передают информацию. И важно понять, как вы относитесь. Поймите, что вот эти сны тоже вам дают ваши наставники. Как вы относитесь к этой, тоже, как это может быть, информация, как проверка. Вот знаете, вот реагируете вы остро, реагируете вы болезненно на это, да, вам не снятся такие сны, чтобы посмотреть, насколько вы спокойно к этому будете относиться. Мне тут недавно приснился тоже не очень приятный сон. Уж, друзья мои, ну, такой, знаете, я такая кровожадная, хожу, там расстреливаю котят из, значит, ружья большого. Я не буду рассказывать о расшифровке этого сна, я поставила намерение себе, думаю, что это за сон такой, ну, что я такая кровожадная, да, но когда я распознала его, когда я по знакам, то есть я своим наставникам делаю тут же запрос, говорю, ребят, хочу, как для тупых, покажите знаками, что это такое. Мне в течение дня скидывали эти знаки. В конце дня я их сложила, и для меня произошел, у меня произошел инсайт, озарение, то есть я этот сон поняла, и там нет никакого, нету никакой кровожадности, это просто было, мне послание достаточно очень такое серьезное, и я с благодарностью приняла вот ту информацию, которую мне дали. То есть нам постоянно, через разные каналы, через сны, через знаки реальность, то есть это может быть, вот как я его расшифровывала, то есть я иду по улице, да, и мне начал там, не знаю, зима, котенок мяукать. Вы представляете, вот ну что-то про котят, я, значит, по углам смотрю, где этот котенок, смотрю вот с той стороны, не вижу его, там нету, но знаете, куст, и где он там, забор, но за забор мне не залезть, ну помяукал, помяукал, думаешь, о господи, мне уж котят спасать, или еще что-то, ну такой, знаете, смысл пришел, сейчас я кофточку накину, что-то прохладненько, вот, дальше пошла, думаю, ну спасать котенка там уже не перелезть, ничего, думаю, ну что делать, пойду дальше, думаю, знаками покажут, потом, причем там, думаю, там люди есть, если что, найдут его, значит, дальше пошла там, следующий мне знак, третий знак, сажусь в машину к своей коллеге, к другу своему, своей, там начинает играть музыка, и в контексте как раз, вот этого моего сна, так, у меня второй, знаете, как вот второй пазлик мне четко, потом мы с ней идем в кафе, в кафе садимся, и там происходит мне самое главное осознание, то есть уже такой пазл мне там показали, что все с пазлы сошлись, и я, ой, слава богу, спасибо, ребят, все, 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 все понято, все хорошо, поэтому это постоянный диалог со вселенной, постоянная с ней работа, постоянная, вот эта связь через внешнюю реальность и внутреннюю, и мы будем также с вами налаживать ее как внешнюю, так и внутреннюю, то есть это моя задача, донести до вас эти знания, и кто постоянно ко мне ходит, ребята уже достаточно хорошо продвинулись в этом направлении, и они просто-напросто, понимаете, приобретают внутреннее спокойное, спокойное ровное состояние, уверенность в себе, знание, что всегда вселенная дружественная, что всегда она на вашей стороне, что бы с вами ни произошло, и вы в таком ровном, спокойном состоянии выполняете свой контракт души, то есть, вот знаете, вот такой вот, я расчу, как я говорю, такой психологический спецназ, что бы ни произошло вокруг нас, какие взаимотрясения не были, как внешние, так и внутренние, вы всегда спокойны, вам не нужно, чтобы вас кто-то успокаивал, вы уже сами успокаиваете тех, кому плохо вокруг вас, то есть, это достаточно миссия, очень такая высокая, она достаточно хорошо поддерживается высшим началом, она, знаете, так она дорогого стоит, и за то, что вы так себя в этой жизни, через такое миссионерство, миссионерство преподносите себя миру, то и вам совершенно другое отношение высших наставников, там и больше ваша защита, и больше ваша, знаете, как вот, благополучие, больше ваша благополучие во всех сферах, это и материальная сфера, это и каких-то ситуаций, то есть, знаете, вы в такой вот, прямо, знаете, в броне, вот все хотят защиты, хотят защиты, от того-то, от того-то, от того-то у Бога, просят через молитвы какие-то, не знаю, прочие какие-то вещи, амулеты, значит, как это, обереги, какие-то традиции, какие-то, не знаю, ну, прочие детали, вы знаете, и не помогают, и все равно, чего-то там человека бьют, так дело в том, что сами же, вот ангелы-хранители, человека постоянно, через какие-то ситуации негативные, и подкидывают им какие-то эти задачки, то есть сами же, никакая-то нечистая сила, большое заблуждение, и в моем моботе все время показывают, когда идет человек со мной в регрессию, и вот там, он спрашивает, вот, а вот у меня машина перевернулась, вот там плохо, вот что-то было, а что, почему произошло, и человеку показывают, так это мы тебя остановили, чтобы ты дальше там не насобирал себе шишек, чтобы ты дальше кармических узлов не навязал, у меня вот всегда рассказывают этот пример, да, у человека болезнь, кстати, это тоже связано, это также относится и к болезням, это также несчастные случаи, в общем, любая негативная ситуация, это, как правило, тоже в большей степени оберег человека, чтобы он дальше не накосячил, и себе не навязывал кармических вот этих узлов, у женщины, у моей вот ученицы, а потом у моей коллеги, значит, была интересная болезнь, она пришла ко мне на эзотерическую медицину, на курс, и там, значит, у ней было, типа, значит, псориаза, да, дерматит, ну, вот он выглядел как псориаз, то есть кожа была вся такая, ну, шелушилась, некрасивая, то есть, вот все время закрытая, не кремов, то есть, постоянно с детства человек сидел на гормональных мазах, и, значит, что там, и лечили с полугода уже этого ребенка, и водили к бабушкам, и химии уже там залечили так, что-то печень уже посадили, и чего там только не было, и когда она только пришла ко мне на эзотерическую медицину, когда она узнала, о чем, собственно, ей напоминает ее симптом, болезнь, да, вот когда мы разобрали причину, первую причину, вот тогда у ней само все прошло, за полтора месяца, до сих пор человек ходит счастливый, с чистой кожей, вот, а дело было в отношениях, а дело в том, что, когда пошли в регрессию, значит, сам наставник говорил, сказал ей, говорит, мы эту болезнь специально тебе дали изначально, для того, чтобы ты не насобирала больше, значит, отношений в этой жизни, у тебя, говорит, и так, шесть узлов, завязанных, неразвязанных, то есть, человек завязывает, бросает отношения, идет дальше, а узелки-то остаются, особенно, вот, когда серийность прослеживается у людей, то есть, вот, люди вроде разные, а партнеры разные, а почему-то ситуации одни и те же, ну, не знаю, там, пятый муж китает табуреткой жену, или вот, клиентка приходит к психологу, реальному психологу, реальной историкой, вы знаете, у меня третий, значит, начальник кидает в меня дыроколом, да, ну, вот, как это серийность объяснить, если человек ведет себя каждый раз однотипно, вот она и серийность, так вот, наставники сказали, пока ты не развяжешь эти, там, кармические узлы отношения, ну, то есть, твоя болезнь будет прогрессировать, будет все еще хуже, то есть, тебе, значит, эта болезнь, как отпугивать других мужчин, то есть, знаете, да, вот странный, да, болезнь оберег, чтобы больше не насобирала кармических узлов, потому что развязывать кому? Никто никогда не будет развязывать за вас, то есть, это вы будете сами делать. И вот как раз мы в регрессиях ищем вот эти вот узелки, развязываем их, начинаем отношения менять, начинаем, а у нас есть очень много методов по психологии это сделать, и, соответственно, потом человек, вот, болезнь, она сама, она как бы, ну, происходит самовосстановление организма, она сама уходит. Или даже можно сказать, что когда мы приходим в тонкий план, когда мы разбираем причину чего-то, тут же происходит лечение. Тут же наставники, давайте, там, специальные такие есть помещения, где раз-раз-раз, на стол на какой-то, кому-то даже операцию делают параллельно, там, энергетическую, мы к этому вообще никакого отношения не имеем. Просто человек, то есть, не мы это делаем, ничего. То есть, мы выясним причину с одной частью наставников, другие там занимаются какими-то своими делами. То есть, вот такие процессы у нас происходят. Так, Светочка пишет, я поняла, что надо расшифровать с ней, относиться, спокойно анализировать. Да, 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 Света, абсолютно. Галочка пишет, на работе было все замечательно. Потом, по дороге на работу стала падать. Последний раз упала и сломала палец. Ага. Последний раз упала и сломала палец, я посчитала, что надо уходить с работы. Два года не работаю, за время ни разу не упала. Ну вот, Галочка правильно расшифровала, значит, если такое ощущение есть. Ирина, без знаний психологии помогать можно или надо это высшее иметь? Смотрите, Ирина, значит, можно идти, ну, начну с того, что психология это классная штука, это инструмент. Я еще раз говорю, я занималась долго эзотерикой, но я поняла, я пришла к выводу, что просто знать, что обижаться плохо, просто знать, что нужно развязывать кармические узлы, просто знать, что нужно доверять вселенной, этого мало. Мы не знаем, как это делать. Есть шаблоны, есть стереотипы поведения, которые уже закрепились так, что вот наша нейрофизиология работает по одним законам. То есть есть нейронная связь, да, сейчас объясню, значит, и мы ее не видим, она, знаете, проскакивает так, пух, стоит девочка Сбербанки помогать на одном человеку, там, девочка, которая, ну, призвана там помогать, знаете, как помощник там, да, вот там, он тыкает, значит, в этот банкомат, значит, у него там что-то не получается, вылетает чек из этого, он падает на пол, и она на него, знаете, так автоматически, почему все мужчины свиньи, знаете, с возмущением, с таким вот, вот прям вот, вот таким отголоском, да, вот мужчина-то оказался такой среднеранговый, даже чуть маниже, он так как-то это смолчал, он это пропустил, другой бы высокоранговый сказал бы ей там пару ласковых, или хотя бы просто поставил бы на место, девочка, ты за словами следи, ты говори своему, да, Вася, мне, пожалуйста, вот ты тут, на, как говорится, боевом посту, и должна людям помогать, тогда бы она замолчала бы и поняла, она даже не поняла, да, и дальше начала это, то есть это вылетело, это автоматом, откуда это пришло, девочки лет 20, с небольшим, откуда, родители, шаблонное поведение, так, значит, мама с папой там общаются, бабушки, дедушки, это есть уже врожденные, значит, модели поведения, которые человек не замечает, только когда снаружи ему покажут, тогда он как-то, оп, начинает, то есть вот, когда мои ученики приходят ко мне и начинают, например, изучать психологию, именно психологию, они видят себя со стороны, что они говорят, как они говорят, да, а потом меняют эти программки, то есть мы наращиваем, выращиваем новую нейронную связь, действовать по-другому, психология призвана как раз к этому, она дает новые инструменты, как это сделать, причем, знаете, как всегда нужно выбирать те, значит, какие-то заведения, то есть это не обязательно высшее образование, сейчас очень много перепрофилирований, очень много курсов, у меня, например, девочки вот занимаются даже без образования психологии, потому что я взяла самые лучшие из разных источников и даю инструменты для самопознания, и сама, сама, знаете, у меня, значит, сплав эзотерики, психологии, этологии, это наука об инстинктах, это предпосылка психологии, это самое главное, самое нужное, нигде ее психологии, в институтах практически не изучают, это уже я сама это внесла, это направление, вот, и таким образом, вот этот сплав, вот этих всех наук у меня в моих курсах, там, в моей высшей школе парапсихологии, вот там ребята на годовом курсе, они капитально идут, и за год они становятся профессионалами, а дальше вы просто можете пойти на курсы перепрофилирования, допустим, если у вас высшая есть какое-то любое, то просто закончить курсы, у нас вот девчонки так это делают, и вот мы сейчас группу целую набрали, у нас идут девчонки как раз для получения вот этого образования, да, это переподготовка, то есть это сделать на документальном уровне легко, а вот другой вопрос, где эти знания получить, потому что, например, даже я, когда была в университете практической психологии, нам много чего давали, я оттуда просто большую часть не получила, потому что это не нужно, это лишнее, а уж в тех институтах, которые общегосударственные, где вы там изучаете, кроме психологии, еще там вообще предметов, не знаю, там штук 10, которые вам в жизни никогда не пригодятся в вашем направлении, то есть там практикой практически не занимаются, там выходит, и человек, и психолог не знают, чего делать, да, и все начинаешь сначала, вот, так что сами выбирайте какие-то курсы, какие-то тренинги, что вам по душе, но вот у нас школа уже давно работает, Вера, Полина, спасибо вам за то, что вы открываете глаза людям, я прожила жизнь, включая логику, к сожалению, да все нормально, оно все нужно, друзья мои, Верочка, да вы молодцы, и то, что вы пришли хоть сейчас к такому-то пониманию, какому-то, что надо как-то это совмещать, и это же классно, если вы здесь попали, не просто так, вас сюда привели ваши духовные наставники, как в ролике смотрели, в начале, да, я включала свое приглашение к нам на обучение, да, не просто так, начинайте, работайте потихонечку, своим темпом, если, вот, все случается вовремя, если вы сегодня пришли, и сегодня вы с нами, значит, так оно должно быть, сегодня у нас что, сегодня программа первого занятия, что такое рецепт, омский гипноз, мы сейчас быстрым голопом по Европам пройдемся по вот этому, главному пониманию, что такое транс, что такое гипноз, пройдем все стадии, значит, транса, что происходит с человеком в трансе, зачем он нам транс, вообще, что это такое, призван он к чему, где находятся ресурсы, и вот два упражнения будет, одно для ума, которое вы будете делать, а второе будет, мы будем с вами развивать образное мышление, именно образное мышление, приводит к качественному изменению, во-первых, к качественному изменению жизни, это еще раз говорю, связь с наставниками, со своей душой, с высшим домом вашей души, второе, образное мышление, это креативность, это нестандартный подход, это творчество, это, кстати, между прочим, женщины, кто логики, аналитики, вот если вы будете образно мыслить, если вы будете применять творчество, вы разовьете себе женственность, многие не знают, да, и многих обучают носить юбки, что-то там на тренинге, так вот, друзья, если женщина займется творчеством, любым, к которому вам вы склонны, рисование, какое-то, не знаю, там, ну, в общем, все, что вам нравится, хотите, крестиком вышивайте, хотите, не знаю, там, шейте, хотите, пойте, хотите, хоть что-то делайте, именно творческое развитие, значит, у нас правого полушария, да, которое у нас связано с, с интуицией, с подсознанием, со всем вот этим, да, и творческим началом, развивает женственность, друзья мои, это вообще, ну, нонсенс, кто об этом знает, вот начните вот чего-то просто творить, и вы начнете, в буквальном смысле, стать, становиться более женственными, женственными, так, Светочка пишет, Полина, а можно научиться энергетической медицине, вне наставния, мне сказала, что я могу заниматься энергетической медициной, так можно, огородничество тоже подходит, если вы будете подходить туда, Любочка, с творческим подходом, ну, например, возьмите и сделайте огород, каким-то произведением искусства, как, я не знаю, вот я иногда прохожу мимо каких-то домов, или проезжаешь, весь дом, знаете, вот стоят селенькие простые домики, ну, какой-то зелененький, какой-то синенький, а бывает проезжаешь, он весь изрисован, там какие-то фигурки стоят в огороде, какие-то домовенки, какие-то ежики, какие-то это, вот, да ради бога, это же наоборот классно, так, Олечка пишет, Полина, а можно избавиться от облысения молодой женщины, это реально, все реально, я еще раз говорю, все реально, ваша вера, и связь с наставниками сделает это дело, единственное, что нужно понять, зачем вам это, ведь это, посмотрите, любая болезнь, это СМС, а, кстати, вот тоже на вопрос хочу сразу ответить, значит, Светочки, значит, эзотерическая медицина, мы тоже в школе, это платные мои курсы, в школе мир души, но мы тоже какой-то вебинарчик, обязательно сделаю, здесь, на небезоплатной основе, обязательно, на ревсоновской гипноз, основу вам понять, что такое болезнь, болезнь, это причина, всегда кроется, то есть, первую причину нужно искать, если вы найдете первую причину, тогда, это болезнь идет, потому что, болезнь, это симптом, о вашем, шаге каком-то, который ведет не туда, это СМС, о чем-то главном, каждая болезнь, это частный случай, самосовершенствования, вот если вы найдете, что вы делаете не так, или, например, от чего вас, огораживают ваши на станке, то есть, вы не будете ломиться в закрытую дверь, вот эту бетонную стену стучаться, да, соответственно, это тут же и пройдет, им невыгодно держать вас в этом состоянии, но это каждый раз вам напоминает, что вы идете никуда, вы куда-то ломитесь, да, и можно по метафизике посмотреть, что это такое, это приблизит вас к пониманию, да, по Луисбургу, Хейле, Синельника, у меня есть каталог, значит, по психосоматике, по звездам, вот, в книге «Моя ключ ко всем дверям», вот там, пожалуйста, тоже можно с этим поработать, но это только первые шаги, даже, кстати, даже если вы не знаете первую причину, найти трудно, да, вот в регрессии, кстати, сегодня можно задать первый вопрос, на вебинаре, потом в технике пойти, и, возможно, уже первые шаги, какие-то вам подскажут ваши наставники, вот, вот там даже не зная, первую причину, если вы начнете прорабатывать семь, значит, шагов к самоисцелению, то, соответственно, вы рано или поздно, то есть, если честно будете это делать, вы придете к выздоровлению, потому что вы поменяете всю систему водопровода, вот ключ ко всем дверям, меняет ее, все, система водопровода гнилую, это мышление, вы поменяете мышление, вы узнаете главные законы вселенной, вы получите там инструменты психологии, как их соблюдать, все, счастье вам обеспечено, у меня люди даже вот раковые болезни, ну, они работают по этим, вот, если они работают, то они выходят, конечно, не из четвертой стадии, у меня такого еще пока не было, но вот из там второй, последней стадии, переход на третий, то есть люди легко избавлялись, то есть поменять вот тут надо в голове, приоритеты и мышление, от диабета, инсулина зависим, можно избавиться, друзья мои, значит, еще раз говорю, я верю в чудеса любые, они происходят, это вы сами знаете, люди с последней стадии раков излечиваются, единственное, что я всегда призываю, нужно и важно лечиться, параллельно узнавать причину, но бесполезно, значит, бесполезно лечиться, если вы не ищете причину, потому что болезнь, еще раз говорю, это симптом, а частном случае с самосовершенствами, если вы не, если вы убираете симптом, то вам будут звонить в другой орган, вам будут звонить как-то по-другому, то есть может быть даже перейти на несчастные случаи и прочее, то есть вам будут звонить до тех пор, пока вы не поймете, что вы идете не туда, то есть по-любому заставят, поэтому в первую очередь ищем причину, что я делаю не так, и это вот можно, то есть идти с нами в ногу вот со временем, да, у нас обучаться хотя бы на том же бесплатном вот этом, значит, курсе эзотерической, ой, эзотерической, эриксоновского гипноза, и вы потихонечку-потихонечку найдете причину, даже если вы пока не понимаете, пока вы вообще не вот, иду, вот пытаюсь что-то делать, это уже приветствуется, у вас в мозге начинает уже работать в другом направлении, и наставники уже дают какую-то человеку надежду к послаблению, то есть хроническое, то есть если из острой стадии, может перейти в хроническую, а может быть лишь потом, а если болезни много, что-то делать, что делать, ну, вот смотрите, еще раз говорю, если вы хотите масштабно, вот так сразу как-то, вот знаете, все вот окутать, почитайте для начала мою книгу, «Ключ ко всем дверям», она стоит совершенной копейки, но для того, чтобы начать, вот менять всю систему водопровода свою, это мышление, поменяйте мышление, поменяется у вас многое что, тогда вот, ну, как бы, вы знаете, это вот я, те, кто не может ходить на мои курсы, серьезные, годовые, какие-то бесплатные, какие-то, то есть потому что у меня системное обучение, вот понимаете, вам никто не даст таблетку, Таня сейчас скинет, вам никто не даст таблетку, от того, вот выпил, у вас все прошло, никто никогда, еще раз говорю, болезнь, частный случай, самосовершенствия, вы что-то делаете, не так, не идете не туда, может быть, не по предназначению, может быть, как-то еще что-то, таким образом, значит, это ключ ко всем дверям, это начало, вы хотя бы поймете систему мироздания, как вы с ней должны взаимодействовать, и что же делать, первые шаги, семь шагов, там семь шагов к исцелению, второй момент, ну посещайте мои какие-то, посещайте их, друзья мои, бесплатная школа психологии, значит, мои вебинары постоянно, везде на ютубе, и здесь транслируются, и потихоньку, вот за несколько месяцев у вас уже поменяется мышление, а там, глядишь, уже пойдут реальные изменения, уже на физике, потому что, если что-то серьезное, что-то хроническое, ну, как правило, там уже серьезные какие-то задачки, ну, знаете, какие, давнишние, глубинные, и, может быть, даже уже кармические, Танечка пишет, когда участвовала в научных экспедициях, и мне говорили, у меня очень творческая личность, тем более, я левша, но куда это все делось, я не знаю, Танечка, прекрасно, вот сегодня мы как раз этот ресурс будем черпать из прошлого, вы молодец, что это сейчас озвучивали, а мы идем дальше. Значит, кто собрался у нас учиться постоянно, на постоянном основе, опять же, это у кого по душе, кому нравится моя подача изложения информации, моя задача и специализация души, донести до людей сложные вещи в очень простом формате, то есть, знаете, как вот на пальцах показать, и разжевать, и ваша задача только проглотить. И кому нравится вот мое обучение, кто-то, может быть, не первый раз приходит, кому нравится моя энергетика и прочие какие-то штучки, то напишите, пожалуйста, зачем тогда вы пошли учиться в центр. Мы сейчас с вами поговорим о намерении. Намерение это очень важная штука, и сейчас для многих это будет тоже инсайтом. Когда вы поймете, что, кстати, первый вопрос, когда вы тоже хотите избавиться от болезни, а зачем вам выздоравливать? И вот, кстати, кто сейчас больной, у вас есть важный вопрос, хочу избавиться от болезни, а зачем вам быть здоровым? Зачем вот, кто собрался с нами учиться дальше идти, зачем вам учиться? Что вы с этими знаниями будете делать? Это вопрос намерения. Сейчас я расскажу вам о намерении, вы сейчас пишите, значит, кто хочет избавиться от болезни, зачем вам быть здоровым? Вот зачем, что вы с этим будете делать? И, соответственно, что вы будете делать с знаниями, которые получите? Так, Мариночка пишет, Полина, а болезнь как запрос, недавно кто-то на работе принес вирус, я подумала, почему бы не заболеть, хоть отдохну, иначе заболела, ну конечно, конечно, ну прямой запрос с наставником, не хотите так? То есть смотрите, когда вы мухлюете, я имею в виду с наставниками, то есть не по-честному с самим собой даже взаимодействуете и с людьми, то есть соответственно вам будут сказать, ой, вот у меня, кстати, коллега такая тоже, там девчонки рассказывали, что, господи, так я устала, так я устала, мне бы как бы хорошо отдохнуть. Сама не берет отпуск, но хочет при этом отдохнуть, ну ой, как я хочу отдохнуть, как я хочу отдохнуть, ой, телефончик бы поменять, как бы хорошо. Знаете, два запроса за один раз, значит, на следующий день идет, из-за угла какой-то разбойник выскочил, дал ей в глаз, значит, отобрал сумку с телефоном, пришлось потом покупать телефон, и она сидела потом где-то дни 10 отдыхала, потому что с венгалом ходить на работу невозможно. Вот она и отдохнула. То есть когда мы сами себе не позволяем это делать, то нам устраиваются выше. Ну что такого-то? А наставники, кстати, они такие, знаете, там такая хохма все время, думают, что это что-то там такое серьезное, какое-то поклонение. Некоторые, кто первый раз приходят, они ником падают, там, да, и начинают там поклоны бить, там, высшим кураторам, наставникам, они говорят, ну слушай, ну встань, ну что ты уже прикалываешься-то. То есть нам все по-простому. Вот они над нами ржут, они вообще над нами ржут постоянно, они говорят, господи, ну детский сад, ну из себя там такое прям представляют. Ну детский сад, песочница, ходят из себя строят, дяденьких пузатых таких, я на этом, ой, ой, а я там на этом. Ну знаете, вот они ухохатываются над нашим вот этим тщеславием, вот этим напыщенности, вот этой какой-то, знаете, состоянием вот этой, я пуп тут земли, вот это вот просто хохма. Откуда берутся самые наставники? Хороший вопрос, Ирин. Это те же души, которые прошли все этапы эволюции и идут дальше. Если вы Майкла Ньютона читали, почитайте, чтобы для большего понимания, это вечная иерархия, это вот те люди, которые живут сейчас здесь, то, соответственно, они идут дальше по развитию, когда они здесь проработают, все, они уже не воплощаются. Они вот только в состоянии энергии там пребывают, но, конечно, они там образы на себя примеряют разные. И вот это, знаете, как вот, ну, такая иерархия, как лестница. То есть, например, если вы сегодня стоите на третьей ступеньке развития, это измерение третьего уровня, да, то, соответственно, вы идете, значит, на, когда отработали там какие-то свои задачки, на четвертый уровень. Да, те, кто стояли на четвертом, на пятый. Ну, соответственно, кто-то и не переходит, кто-то и вниз скатывается, бывает, но реже. То есть, вот такая есть инволюция, да, деградация, есть эволюция. То есть, и вот эти души все больше и больше растут, и потом это уходит в большой высший разум, в такой конгломерат. Нам представить на нашем уровне это трудно. Что это такое? К тому же наверху это большой такой симбиоз вот этого высшего разума. То есть, если вы считаете, что Бог как-то он типа вот на иконе, как-то вот он там, то это большое заблуждение всего нашего человечества. То есть, это такая очень сложная структура разума разных уровней, разного направления, разного масштаба. Молодцы, молодцы, пишем, значит, намерения, молодцы, познавать себя, помогать людям, стать осознанным, гармоничным. Очень хорошо. Ну и сейчас мы, значит, с вами пройдем к следующему слайдику, что же такое намерение. Это нужно узнать, и вы поймете сейчас, что вообще раньше, до этого как-то у вас жизнь была совершенно иначе, другая. Так, сейчас вот Оксана еще пишет, окружающим помочь, тем, кто желает, выйти на позитивные вибрации, чтобы стало светлее, и самой гармонизировать свой ум. Отлично, отлично. Быть здоровой, чтобы появилось, ага, сейчас, 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 сейчас. Больше энергии, больше работать, больше зарабатывать, выйти на другой уровень жизни, учиться, чтобы помочь кому-то еще. Молодцы. Ага, здоровый человек, здраво мыслить, все в руках спориться, и жизнь наряднее становится. Ага, молодцы, хочу снять очки, чтобы чувствовать себя комфортнее. А зачем, Леночка, а зачем вам комфорт? И вот сейчас мы переходим к следующему. Высокое намерение. Что такое? То есть это вот сейчас вы прописали свое намерение. Есть намерение, когда хорошо только мне. Это вот один балл к вашей карме. Ну, хотите, замечательно, молодцы. Ну, бывает еще, кстати, сейчас я объясню, вот, когда уже и минус к карме. Например, женщина хочет, или там не без разницы мужчина, ну, человек хочет ходить на работу, вот, например, ну, в детский сад поваром, чтобы таскать оттуда сосиски. Или, ну, что там плохо лежит, да, неважно, сосиски, это там рыбка, там какая-то еще что-то, что есть, мелочи, какой-то, ну, вы знаете, вроде как и зарплатка, и плюс еще там что-то можно поживиться. Или на заводе кто-то, да, что-то таскает, или где-то на работе что-то таскает. Вот, ну, знаете, как хорошо-то, да, лишняя там экономия. Так вот, это еще даже желание такое, намерение поживиться за счет других. Это уже в минус пошла к карме. А если, например, подобный человек, который ходит на работу, тот же детский сад, но у него намерение. Я хочу, чтобы то, что я делаю, то есть я, например, повар, варю обеды, чтобы это приносило большую пользу деткам, которые там растут. Чтобы они у нас росли, то есть человек желает, чтобы они здоровыми, хорошими, веселыми, радостными. Это будущее нашей цивилизации. Чтобы они могли максимально, то есть их тело было максимально готово для того, чтобы реализовать свой контракт души. Ну, вот что-то типа так, не обязательно контракт, но то есть чтобы самореализовались они здорово, чтобы у них было все хорошо, чтобы у них все функционировало замечательно. Да, это наше будущее. Представляете, намерение какое. Ну, и вот так совсем на простом тоже примере, чтобы вам было понятно. Ага, так, Наденька, мир больно, с людовольны, здоровы, люди живут в согласии. Так, хорошо. Пишите, пишите. Другой, значит, такой пример. Два человека, которые хотят помыть пакетик из супермаркета за 5 рублей там или какие ваши деньги. Значит, один хочет помыть это намерение для того, чтобы сэкономить, чтобы больше не покупать его. Ну, вот, жалко ему денег, чужие, покупать лишние пакеты и прочее. Второй человек думает, дай-ка я, значит, его помою, но для того, чтобы не засорять землю, чтобы она была чистая, экологичная, дышать совсем вот уж плохо. Ну, вот, чтобы было так чище у нас на земле. Для Вселенной, оказывается, для общества это совершенно разные подходы. Это для Вселенной первый подход. Ой, слушай, он экономит. А деньги есть. А дай-ка я ему сейчас это перекрою поток денег. Да, он на этом экономит, на этом духу. Ну, и пусть сейчас мы на нем сэкономим. Какая польза-то нам мне Вселенной от него. Понимаете, Вселенная это большой начальник. Хороший, добрый, справедливый. Когда смотрят, какой выгоден, то есть сотрудник ему выгоден, о чем он думает, о чем он хочет, какие у него цели, какие намерения. Понимаете, вот мы думаем, что Вселенная какая-то она автоматическая или бездушная. На самом деле она очень даже здорово взвешивает каждое ваше желание и цель. А другой говорит Вселенной, ой, слушай, а это думает о земле, о людях, какой он молодец. Дай-ка я ему подкину то, что он загадал вчера, там, хорошего чего-то для тебя. То есть воплощу его какую-то мечту. И таким образом, таким образом, все зависит от вашего намерения. А теперь напишите, вы подумаете дома. И в моей книге «Ключ ко всем дверям», между прочим, там написано, как правильно составлять намерение к любому виду деятельности. А зачем вам ходить на работу? Вы туда зачем ходите? Деньги получать? А зачем вам отношения муж или жена? Например, женщина хочет выйти замуж. А зачем ей? Что она хочет дать, прежде чем взять? Обычно там, что он мне это делал, заеду, полочку прибил, меня отвозил куда-то. А что ты хочешь для него хотя бы? Это семья, круг. А для вселенной ты какая польза? От того, что ты выйдешь замуж, дорогая моя. Зачем вы, значит, что там у нас? Зачем вы ходите на работу? Зачем вам отношения? Зачем вам дети? А зачем вам дети? Вы что хотите, чтобы они вам принесли стакан воды в конце жизни? Оба! Намерение-то какое? Ради себя. То есть вы делаете только ради себя, оказывается. Даже если человек просто так говорит, хочу, чтобы в конце жизни мне дети в стакан воды. Это намерение. Друзья, мы это делаем все неосознанно. Вы программируете свое будущее, программируете свой событийный поток таким образом. И мы начинаем в ключе, в книге, начинаем все с намерения, с высокого или с какого. Мы начинаем обучаться элементарным законам вселенной. То же самое, зачем вы ходите учиться? Зачем? Зачем? Вот некоторые говорят, я хочу закрыть кредит. А зачем вам это? Какая выгода вселенная того, что вы закроете кредит? Вы купите себе очередную шубу. А вселенной это надо? А не надо? Вот вселенной, если вот вы подумаете, ой, а я тогда, не знаю, там, сделаю вот это для своей семьи, вот сделаю вот это, вот это, вот это. Знаете, какая фишка? Некоторые говорят, а что ж себе ничего не загадывать? Когда вы идете по вышелкому намерению, когда хорошо все, то есть это, во-первых, плюс к вашей камере, к армии, как миллион, как минимум, не знаю, каких-то баллов, да, то таким образом ваше желание автоматически закрывается. То есть вы там уже входите в этом намерении, понимаете? Когда вы думаете обо всех, вы уже там есть. Потому что во всех и вы там же. И вселенная это приветствует. Вселенная говорит, господи, какой же молодец, наконец-то он подумал о других. Дай-ка я ему подкину какие-то такие классные штуки, чего он хочет. Это наши девчонки, кстати, кто практикуют, они все моментально этого получают. То есть, ну, какие-то свои желания простые, тоже, не знаю, там, сдать квартиру, продать дом. Но если с позиции высокого намерения поставить, это происходит быстрее. Это происходит качественно, это происходит так, как вы захотели. Вот многие, да, как загадать желание, там делают, пишут, отправляют. Намерение поставьте высокое. И все будет так, как надо. И главное, потом это реализуйте, действуйте по этому. Вот это следующий вопрос. Вот, друзья мои. Да, еще, между прочим, еще такой нюанс и момент. В моей книге там вообще, знаете, как собрана информация сжатая моих много-много летних исследований в эзотерике, психологии, в этологии и прочих вещах. И вот там такие вещи рассказываются, вы знаете, простым языком, об эгрегорах, как человек впадает туда, почему он выйти оттуда не может, как они воздействуют, как с ними взаимодействовать, значит, как правильно формировать свое будущее, да, как разрывать какие-то кармические связи с прошлыми воплощениями, с, не знаю, сотрудниками, в отношениях. Ну, в общем, по всем, по всем пунктам. И самое главное, хочу сказать следующее, что любое благополучие, даже тоже материальное, оно, ну, то есть материальные блага, которые вам даются, вообще на самом деле это не ваше. То есть все, что вам даются там какие-то, да, это эгрегоры, в которые вы входите. Эгрегоры, то есть вы являетесь здесь представителями некого эгрегора, и то ли вы выполняете план, который вы заранее подписали, ну, как бы, да, контракт, как я говорю, с определенным полевым социумом. То есть есть социум у нас простой, семья, государство, народ, там, рабочий коллектив, а есть полевой социум. То есть эгрегор, в котором вы находите некий такой клан по, ну, клан даже мне не очень нравится, но полевой социум. То есть есть реальный социум, а есть полевой социум. То есть группа определенных душ по специализации, по какому-то направлению. Если вы идете по своему контракту души, вы, ну, не знаю, там, вы, например, какой-то целитель, да, но целить-то нужно еще правильно, а с нашей позицией вообще, кстати, ну, не хочу я даже целить и брать, потому что здесь настолько все запудрено людям мозги, что там они делают больших ошибок, только через свой опыт и выходят к правильному пониманию, что такое целительство. То есть как правильно исцелять нужно, что нужно искать сначала причину, а не убирать симптомы. Кстати, вот у нас будет исповедь целителя, у нас 20-летний, даже больше человек, который исцелял долго, а потом пришел к тому, вот как раз с агрессивным гипнозом. И как раз она говорит, что я, говорит, прошла этот весь путь, поняла, что так это делать нельзя, да, а что нужно как раз точечно берешь, идешь к наставникам, выясняешь причину, убираешь причину, вот тогда исцеляй, что хочешь. Тогда оно само и все происходит. Так вот, значит, у каждого человека, когда он идет сюда, у него есть контракт, договоренность с полевым солнцем, с определенной группой душ, которая, значит, вас здесь предоставляет вам все возможные нужные ресурсы, в том числе и материальные. Если вы не идете по этому контракту, вам по-всякому их перекрывают, чтобы опять вам показать, что иди туда. Ты должен понять, что тебе нужно вот туда идти и прочее. Так что вот это все можно сказать свыше. Не идешь туда, перекрывают. Идешь туда, тебе все сыпется само собой. То есть и человек нужно приходит, и связи какие-то находятся и прочие какие-то штуки. Так, ну мы идем дальше, то время у нас бежит. Итак, друзья мои, мы переходим, собственно, к теме, что такое гипноз. Так, как понять ситуацию, если в магазинах выкидывают продукты просроченные, у тебя есть возможность взять их, тогда их вносят на помойку. Друзья мои, мы сейчас не про социальную справедливость, тема не наша. Все делайте ради ваших реакций. Если ваша реакция спокойна, то и внешнее, как это сказать, проявление жизни становится все хорошо. То есть нас учат, нас обучают к тому, чтобы мы отстаивали свои позиции, отстаивали своих близких, отстаивали общество, отстаивали всего мира. Одни есть товарищи, которые призваны специально делать эти задачки, другие, значит, все остальные, должны призваны навести здесь порядок. Справедливость правильную. Ну это так в общем. Сейчас мы просто уйдем, и вот это чувство несправедливости у многих, это как большая сущность за ней ходит, они сами выращивают, потом возмущаются, почему болеют. Так, Юрий, полезное упражнение. Вспомните, какие игрушки с детства вам запомнились. Важно, чтобы игрушка вызывала, ага, чего-то вызывала и урсула. Хочу, чтобы жизнь была гармонична во всех проявлениях. Хочу делать то, что хорошо и полезно мне и другим. Так, отлично. Ну давайте переходим к гипнозу. Что ж такое у нас гипноз? Гипноз классная штука. Сейчас вы узнаете и полюбите ее навсегда. Итак, есть такой миф о гипнозе. Давайте вот кто считает, что гипноз это вредно? Поставьте там, не знаю, 5 баллов. Вредно, вредно, вредно. Ну, гипноз есть гипноз. Вообще, что гипноз? Ну вот гипноз по такому пониманию человечества общего. Это плохо. Значит, да, бытует. Вот уже пошло, да? Да, гипноз это плохо. Значит, вот кто уже разобрался, что такое гипноз, оказывается, к нему уже другое отношение у человека происходит. Гипноз это когда человек, то есть есть такой миф о гипнозе, что когда, это когда человек полностью не владеет собой. Он, значит, впадает, подпадает под воздействие другого человека или же те, кто работал в риксоновском гипнозе, первый раз его ввели человеку, он говорит, знаете, когда меня погружали в транс, я не чувствовал себя спящим, я все помню. Что это такое, типа уже это не гипноз. Так вот, гипноз это гипноз это трансовое состояние, при котором человек забывает о воздействии внешнего мира. Транс это не потеря сознания, не утрата контроля. Транс это такой способ психического функционирования, при котором задействованы сознательные и бессознательные уровни. Это опосредующее звено между двумя типами психического функционирования. То есть транс это естественное состояние человека. Каждый может вспомнить такое состояние, когда у вас нет необходимости что-то делать или мы очень привычное на автомате. Вы, например, едете в машине, смотрите, как быстро пробегают мимо пейзажи. И если, конечно, вы не пассажир, то есть если вы, конечно, не водитель на пассажирском сидении, тогда вождение машины становится автоматическим. В то же время человек может выйти в собственный мир в это время, вот когда он смотрит куда-то вдаль. И что-то там переживается, разное эмоциональное состояние. Например, смотрит на речку, это вот когда просто уже рыбак смотрит на речку, да. Когда вы вот гладите, как этот котик сидит и гладит. Или часто смотришь в одну точку, ничего не видишь и не думаешь, да. Еще перед тобой глаз вот так вот помашут, типа вот где-то что-то. Смотришь на часы. Иногда бывает так посмотрел, убрал, а не увидел, сколько там времени. Или, например, вот сколько раз так бывает. Бежишь в ванну, смотришь в воду. Ушел, закрыл, посмотрел на воду. Ушел, смотришь, а я не понял. Что это такое? Знакомо? Вот. Ага. А мне так брат один раз весь торт съел. Прихожу, говорю, где торт? А он что-то делал? Что-то или читал, или где-то там сидел, да. Вот. А он и сам не понял. Иногда тоже в компьютере сидишь, яблоко ел. Думаешь, а я ел яблоко или не ел, да. Еще как. Вот. Так. Это нормальное состояние. Кстати, некоторые считают, что это рассеянность. На самом деле это... Вот, кстати, еще любой подробный рассказ о чем-то вводит в транс. Сказки. Это когда рассказываешь детям тоже полезное расслабление для детей. Вы вводите в транс детей. Кто спал на лекциях? Давайте вот там то-то-то-то-то-то-то-то-то-то вам рассказывают. А вы засыпаете, да. Это тоже ввод в трансовое состояние. И в это время активизируется гипнотический, а вернее трансовый процесс. Вы это чувствуете по измененному сознанию. Оно становится более расслабленным. Течение мыслей замедляется. Взгляд застывает в одной точке. Появляется внешняя отстраненность от внешнего мира. Происходит углубленность внутрь себя. Это и есть гипноз. У нас вся группа засыпала. Да, есть такие. У вас гипнотизеры были, значит, преподаватели. На собраниях отключилась. Спала и храпела на занятиях. Прекрасно. Вот. Ну, то есть всем известно это состояние. Замечательно. То есть гипнотическое состояние, это естественное. Оно легко приходит. Оно легко уходит. И нет четкой границы, где можно было бы сказать, что вот это гипноз, а вот это нет. Гипнотическое состояние, непрерывный процесс, либо выходящий на передний план, либо уходящий в тень. Вот. И что же происходит у нас в трансе? Сейчас мы с вами разберем побольше. Каждый раз перед тем, как заснуть, проснуться, человек впадает в более глубокое состояние транса, в котором видит разные картинки, образы, причем в непроизвольном порядке. Да. Кто вот с этим тоже знаком, поставьте плюсик. Когда начинают картинки бегать. Одно, второе, пятое, десятое, это какой-то хаос. Ну, четко какие-то пазлы, чего-то. Это есть активизация подсознательного процесса правого полушария мозга, где происходит более быстрая и качественная обработка информации, между прочим. Ученые посчитали, что за секунду сознательный разум обрабатывает 2000 единиц информации. Вот, заметьте, а бессознательное около 400 тысяч, то есть сознательное 2000 единиц за минуту, ой, за секунду, а бессознательное 400 тысяч единиц. То есть бессознательное обрабатывает всю информацию о том, что происходит вокруг нас, оно соотносит все происходящее с нашим прошлым, с сегодняшним опытом. Все это выражается и выдается человеку на языке бессознательного образа, целостно, синтетически. Язык бессознательного – это образы и символы. И вся эта информация не только обрабатывается под сознанием, но и хранится там же. И мы сейчас разберем уровни транса. Да, если я не смогла вам ответить, вам вот тут может ответить на мои ученики, мои коллеги Оли Сорокина. Да, это вот как раз у нас управляющий нашего центра. То есть вот вообще, кстати, можно писать и вопросы в наш центр, мы тоже на это отвечаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!